Субтитры создавал DimaTorzok О мужчинах-злодеях О Дуджуане О Дракуле О Синей Бороде И никто, практически никто Не предупреждал маленьких мальчиков О женщинах-злодейках Я тогда схожу с утра прямо Вечером тогда давай Перед тем, как приехать, позвони мне, ладно? Звякнешь? Давай, я тебя тоже Пока Вот она, моя Любушка Моя невестушка Дайся поцелу Ой, какая у тебя одна Раздевайся Ой, какая шуба у тебя Шуба последнего досталась Да, пожалуйста Ой, слушай, принцесса прямо Смотри, прямо принцесса Дай мне на один разок, ладно? Ну, ладно, ладно Проходи Проходи Холодно, как в коридоре Ой, Господи Ой, надо же, какая шуба Красавица Ох, ты какая красавица Ой, какая красавица Да ладно, этого мне давно уже Я не видел Слушай, я ведь не с пустыми руками Вот Крем Какая прелесть Ой, это мне? Да У меня, правда, от него красные пятна по всему телу Но тебе должно подойти Там написано для сухой и шершовой кожи Шершовой кожи Да Да, какая прелесть Да И вот еще Что это? Франция Ой Настоящая Франция Слушай Ах, как пахнет, Франция Это же комбитресс Да, да У нас девчонки семей Никому не подошло А ты? Ну, я уже старался Да ты с ума сожа, дура, а Ну, представь меня в таком на Невском Ну, тих На, пойми Дай я лучше на тебя посмотрю Подруга, дай посмотрю Ой, какая красавица Хватит тебе издеваться Ну, ты красавица Ну, что, я правду всегда говорю Ну, в Талии должно подойти Да подходит прекрасно Хоть по Невскому гулять Ну, расскажи мне лучше Здорово, а Ну, как подруга подруге Ну Счастливо Честно Честно, честно Если честно, то да Как я это понимаю Он, наверное, герой твоих сынов Да Кумир твоих фантазий Да Ой, подруга Это у тебя синдром девственности Или предсвадебная лихорадка Уж я-то знаю Раз семь или восемь выходил замуж И ты каждый раз думала, что это на всю жизнь Ну, конечно Знаешь, как это все происходит? Ну Знаешь? Сейчас расскажу Значит, видишь мужика Влюбля Кстати, давай выпивка Ой, действительно, чего же я сижу? Влюбляешься в него В этого обормота Выходишь с него замуж Я ведь девушка порядочная Могу просто так, понимаешь? Да, да И вдруг Бац Что бац? Ну, полное охлаждение Ой Я не поняла Давай я тебе расскажу лучше На примере своего седьмого Хотя, почему на примере седьмого? Давай начнем с первого Я помню Как мы были счастливы Когда только-только Поженились За мою ненаглядную Спасибо Спасибо, гости Поженились Как мы были счастливы Но особенно первый месяц О Но уже через месяц, подруга Запомни Уже через месяц То, что так поначалу у тебя радовало Начинает надоедать И даже бесить Хоть бы один раз Ты начал утро под руку Ты к ней Это как? Это как? Встал бы утром Сделал зарядку Подошел к зеркалу Сказал Здравствуй, зеркал Пошел Наконец в ванну Сказал бы Здравствуй, ванна Помолился бы Хоть раз за месяц Потом Сказал бы мне Прощай, солнышко Пошел на работу Пошел на работу Ты Ты Моя жена Ты меня Высылаешь На Ты меня Высылаешь На 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 Худор Балычек А Как Ты А как же Наша клятва Что Мы Небудь Расставаться Расставаться Не на секундочку Вот я Я Эрин Я Эрин Своей клятвой Каждую секунду Весь Ну ты Не ходишь Со мной По магазинам Так А Нихренашки себе Нихренашки себе Не Я Что Как Тараган Нихренашки себе Договорились А Ты Ты Мать Твою Ты Ты Умираешь Такие моменты Для хашб Для хашб Для хашб Для хашб По магазинам Когда я Не Не Транс Не Транс Когда я Не Транспортаб И Потом Ты Прости Конечно Я прошу У тебя Обращение Но У меня Гость У меня Гость Ты Ты Хочешь Чтобы я Значит Бросил Этих Милых Людей И Пошел бы С тобой За За Попу За Попу За Поп Попу За Поповками А Это Просто Неприлично Непри Лично Мой муж Надо отдать ему Должное Был человек Очень Широкой Души Дверь нашего дома Всегда была нараспашку Каждый день У нас кто-то ночевал Хладильник был пуст А в квартире царила Жуткая грязь В конце концов Подруга Мне это надоело И Однажды Утром Мой муж Хватил Из Такашка Чего-то Не того Что-то Не того Так Ну Что-то он любил Выпить Да Ой А мой-то Нет Мой Нет Нет Ну Слава Богу Хотя Ой Мамочки Ой Что же делать А Второй Твой Что Тоже Любил Ну Нет Что ты Второй Мой Был человек А Аккуратный Трезвый И очень Чистоплотный А начиналось Кстати Все тоже Очень Неплохо Ну Ну И вот Прошел месяц И Его Маниакальная Бережливость Чистоплотность И Аккуратность Стали действовать Мне на нервы Ага Клеб Клеб 900 рублей Масло Вот масло 100 грамм 1700 1700 Рублей Да Да Много Много мы Стали есть масло Я Слышал что Масло Это Прямой путь К инфаркту 9 граммов в день Да 9 граммов в день Это В день А если Взять Скажем Недельный ресурс Это Уже 7 9 63 63 Уже А в месяц А В год Из Маленьких вещей Со временем Вырастают Большие Скажем Мельчайшие частицы Атомы Молекулы Именно Из них Состоит Вселенная Абсолютно Правильно И теперь О доме Как тебе Известно В нашей Семье Работаю Только я Я Специально Освободил тебя От ежедневного Труда Чтобы ты Имела Возможность Содержать Наше Домашнее Хозяйство В соответствии С государственными Санитарными Нормами И Что я Вижу Когда В последний Раз Ты Протирала Внутренности Телевизора Влажной Тряпкой Ну Если я Боюсь Там протирать Вдруг Меня Током Дергнет Если Ты Боишься Обесточь Телевизор Путем Выдергивания Его Всего Один Раз За День В то Время Как Мы Договаривались Что Ты Будешь Мыть Его Дважды Ну Хватит Я Неоднократно Тебя Просил Не делать Не делать Резких Движений За столом Потому Как Ты Царапаешь Ножкой Стула Свежую Циклевку Паркета Дай перчатки Конечно Мой второй муж Был очень хорош Чистоплотен Бережлив Аккуратен Но Когда он Перестал Ходить даже на работу Почему? Проверяя Каждый мой Нечистоплотный шаг Мне это Надоело И Однажды Утречком Помню раненьким Он подскользнулся Подскользнулся На только что Помытом полу И упал Головой о молоток Целых три раза Так Бум-бум-бум Раз Два Три Вот я думаю Не такой Мой не такой Да Ну слава богу Я считаю Ой хотя Он вчера-то Подарил мне пылесос И посудомоечную машину После этого замужества Я чувствовал себя Чем-то средним Между Мочалкой И шваброй Неким бытовым прибором И конечно же Я оскору нуждалась В мужчине Который смог бы снова Увидеть во мне Женщину И такой мужчина Нашелся По профессии Он был артист Да и по жизни тоже Он превращал в праздник Каждый наш совместный день Он носил мне на руках И вот однажды Однажды я поняла Что не одна я такая счастлива Ой Я так рада за тебя В каком смысле? В том смысле подруга Что он Делал счастливой Буквально каждую Кто шевелится Я не могу Я вам сказал Раз и навсегда Я не могу Вылежать По первому вашему звонку Что значит Внеплановая репетиция? У них внеплановая репетиция А мне что делать? Срываться и нестись Вы же знаете Что у меня семья У меня жена Красавица У меня дети Да Конечно нет Откуда им взяться Когда их отец Актер Каждую ночь проводит Неизвестно где Жена Что делать Дорогой Нет Нет Это исключено Категорически Нет И не уговаривайте Нет Что? 22-го премьера? Это меняет дело Как я устал Еще одна ночь без тебя Это я не вам Ну что делать? Раз Такие Неотложные обстоятельства Я приеду Как я устал Опять работа Опять без тебя Что делать? Что? Ну Может быть Стоит Обратиться к психиатру? Да Да Конечно Какому психиатру? Ты о чем? Я не знаю Я не знаю Кому нужно обращаться Если муж По полчаса в день Разговаривает По телефону Который не работает Я милый провод Перерезла Да Дорогая Как низко Как низко ты пала Не ожидал Не ожидал Я не ожидал Такой подлости От тебя Я Я Я репетировал Я репетировал Наш новый монолог Из нашей Новой пьесы И потом Если бы ты Читала Эти книги Ты б знала Что еще Великий Гомер Гомер Писал Что репетировать Лучше всего С телефонной трубкой Как низко А откуда тогда скажи У тебя Вот это Милый Я Таких не ношу Это не мой размер А где ты нашла? В твоих брюках В кармане В кармане маленьком твоем Помнишь? Да Это шутка Это Добрая актерская шутка Паршивца Надо ж так Мы Я помню По молодости Старику Федорчуку В карман Смешно вспомнить В карман Его брюк Презерватив Бросили Ты там Не находила? Находила Вот Гори Гори Моя Шутка Шутка на шутку На этом Стоит И стоять будет Театр Русский Мой третий муж Был гениальный артист Он мог выкрутиться Буквально Из любой ситуации И даже однажды И даже однажды Вполне толково Объяснил присутствие И внешний вид Двух девиц В нашей супружеской постели Но жизнь артиста Непредсказуема И вот однажды Во время репетиции Вместо бутафорского ножа Он воткнул себе В грудь Настоящий Жениться Полюбить Не может Ни один Ни один Король Давай выпьем Давай Столько крови было Твой то Нет Нет Мой Театром то совсем Не увлекается Ни театром Ни оперы Ни эп Хотя Мы были в театре Раз семь Так И по телефону Он как то Так странно Подойдет Так как то Крадучись Так Ага Ага Хорошо Ага Ага И тут же уходит Уезжает Ну теперь Ты все поняла Что Ага 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 Театрал Хренов А Все эти Дунжуаны Все эти Лавелласы Все эти Казановы Да Это все Подруга Калифы на час Поверь мне Ой Хоть это Поет по дому Казанова Казанова Садись Садись Все калифы на час Поняла я тогда Что для семейной жизни Нужен Тихий Надежный Верный друг Который Не будет смотреть на сторону Я такого нашла Врач Тихи говорят Что Человек должен просыпаться Сам Вот Все как ты любишь Сливки обезжиренные Кофе Зерновой Промолотый И сваренный Пирожные вкусные Бананчик помытый Грушка протертая И твоя любимая игрушечка Не хочу Что такое? Не доела Сегодня хочу Чай Сосиску Омлет И помидор Как знал Как знал Господи Как же скучно Забыла Что у тебя Всегда все есть Фильмчистки был? Был Продукты купил? Купил Заплату получил? Получил Книжечку спрятал Посуду помыл? Конечно помыл Два раза А ты не хочешь знать Где я была всю ночь? Ну почему я пришла Под самое утро? Нет, нет Что ты? Зачем? Даже в голову Такое не приходит Почему? Тебе настолько безразлично Да? Нет, что ты Я же знаю Что ты Серьезная Порядочная Женщина Что ты любишь меня Я отвечаю тебе Тем же А вот и напрасно Напрасно В каком смысле? А в том смысле Мой милый Что я провела Эти Ночные часы В обществе любовника Даже двух С популярными артистами Дмитрием Нагиевым И Сергеем Ростом Я этих ребят Очень уважаю Все время Я их смотрю По телевидению Они для меня Как родная семья И Если тебе С ними Приятно То мне только Приятно Вдвойне Приятно А что бы ты сказал Если бы Вот Эта самая семья Эти самые Популярные Артисты Были бы сейчас здесь Вот здесь В нашей супружеской И постель Ну А я считаю даже правильно Давно хотел вам сказать Хватит вам ютиться По квартирам По всяческим По машинам По парадам По помойкам Места же у нас Всем хватит Я-то Как раз Приместа Мало занимаю Вот И если тебе хорошо Я Только поддерживаю Да Отстань Может я Себе долью А тебе Пока Не буду И что Он Тоже умный Мари Четвертый Да Отравился И Зарезал Себе Нет Он Он Подруга Умер Красиво Он умер От умиления От умиления Глядя Как я В венце Цветов Бегу В белой ночнушке По салитым Солнцем Поль Давай теперь Петя Ой Заполя Цветов Ну А что твое Заботится Тебе Да Умиляется Ой Да Такой Заботливый Кофе В паст... Аааа Кофе В паст... Ой подруга Нехорошие Это симптомы Ой Привет девчонки Хорошо Сидите Пойду умой Что-то от тебя Духами женскими Пахнет На работе поздравляли И водкой Доливали Разутся-то Забыл По шмаках Слушай Я не буду Раздеваться Все равно Пол-то грязный Тебе Пол не нравится Ничего 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 Любимая Ты купила Долгую зубную щетку Да А что У тебя же их уже дедырю Ну так Любимая Ты отдыхай Я уж сам все Приготовлю Зачем Ну что зачем Хочу О тебе позаботиться Дурочка Все сходится Подружка Все сходится Ну вон Все И все А ну где Свадьба А что это вы С ножиками В руках А Без меня Тебе Любимый Мой Земля Мала Как Остров Без меня Тебе Любимый Мой Лететь С одним Крылом Музыка Музыка Музыка